Якутия представит на Восточном экономическом форуме 22 инвестпроекта с общим капитальным положением более 700 миллиардов рублей. Форум пройдет во Владивостоке 2 и 3 сентября. Участие в нем примут 2500 представителей властей и бизнеса из более чем 30 стран мира. Большое внимание уделят республике как крупнейшему субъекту страны и делегации, представляющей большое количество проектов. Подробнее в материале Саргаланы Захаровой. Завершается подготовка к Восточному экономическому форуму. Накануне вице-премьер Юрий Трутнев проверил готовность павильонов участников. Полпред отметил якутский павильон и сказал, что обязательно подведет к нему главу государства. Подойдя к нашему, чтобы не рассказал только три слова. Заказал здорово, обязательно подведу. То есть мы ожидаем, что президент России посетит наш павильон. На пич-сессиях Якутии представит пять основных инвестпроектов. Три из них связаны с развитием промышленности в республике. Это освоение Тарынского месторождения и западно-набарского участка Недр. Также строительство нефтеперерабатывающего завода в Алдане. Большое внимание уделят строительству моста через реку Лену. На форуме должны определить компанию инвестора и стоимость строительства. Напомню, что готовность инвестировать средства в проект изъявили сразу две крупные китайские корпорации – Синогидра и китайская железнодорожная компания. Пятый проект, который представят на форуме – это создание IT-парка в Якутске. На сегодня уже подписан договор с компаниями. Проект готов инвестировать также в фонд развития Дальнего Востока. Общую стоимость определяют 2 миллиарда рублей. Однако это на порядок больше ранее заявленной суммы. Ситуацию прокомментировал замминистра экономики Евгений Чекин. Если первоначально он предполагался быть построенным за федеральный и республиканский фактически, да, там, с кредитным плечом, то здесь сейчас на текущий момент формат его там изменился, да, и он должен был быть республиканским. То есть сейчас это совместное предприятие с частной компанией, которая себя финансирует, плюс, соответственно, фонд развития Дальнего Востока. Отсюда концептуально этот проект уже с точки зрения и управления, и формирования бизнеса на основе этого проекта, он уже совсем другой тоже проект получается. Помимо представления проектов, на форуме ожидают подписание ряда соглашений, в том числе о реализации крупного туристического проекта «Восточное кольцо». Должны подписать все главы субъектов Дальнего Востока, и этот проект, он, по сути, будет реализован фактически на территории 9 субъектов Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Сахай-Якутия. И это соглашение будет подписано между главами субъектов и Ростуризма. Также мы планируем подписание ряда соглашений в энергетической области в реализации 3-4 пускового комплекса линии электропередач «Мирный Сунтар-Нюрба» с заходом на Накынское рудное поле. Форум, как подчеркнул Алексей Стручков, в большей степени ориентирован на потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в проекты субъектов Дальнего Востока и Якутии, есть что им предложить. 22 крупных инвестпроекта, которые будут реализовываться в муниципальных образованиях республики, связанные с транспортной энергетической инфраструктурой, созданием новых отраслей и развитием существующих.